Жизнь 33-летнего Игната полностью изменилась в 2013 году. Играя в футбол, он получил серьезную травму, которая повредила позвоночник и лишила возможности ходить. Найдя опытного массажиста, который согласился помочь, Игнат вместе с женой переехали с Башкирии в Казахстан, в город Тимиртау. Проходя тяжелое лечение, почувствовав упадок сил, Игнат обратился к религии и стал изучать ислам. Когда состояние улучшилось и его выписали из больницы, он познакомился с мужчиной, который стал рассказывать ему о религии. Они стали часто общаться. Мужчина постоянно приходил на работу к Игнату и приносил запрещенную литературу. Начав понимать, что его обучают неправильной религии, Игнат обратился за помощью в мечеть. Вообще неправильное направление, потому что ни в одной религии нету такого, что если ты не мусульманин, ты не человек. Такого же нету нигде. Но он мне давал книги. Я очень хорошо запомнил, это Кулиев, русский перевод такой, Аль-Ариф. Но потом так получилось, что я уже не выдержал. Рассказал этому брату, что это больше не для меня. Я хочу изучать настоящий ислам. В мечеть соседа мы приехали, он мне показал, рассказал все. Буквально в двух-трех словах я уже все понял, что знания надо брать у того, кто действительно владеет важными и достоверными информациями. Я понял, что ислам это религия мира и добра. Я жалею только об одном, потому что я потратил столько времени для изучения, получается, непонятно чего. Я бы посоветовал молодежи, чтобы они не искали информацию в интернете, а просто пришли в мечеть и задавали те вопросы, на которые они ищут ответы. Потому что на этот вопрос может ответить и мам лично, и может даже им с ним посоветовать, что им надо, и как надо сделать, и как лучше это сделать. Чамагат мне помогает продуктами, питанием. Бывает, деньгами помогают. Но, аль-хамдалилля, есть добрые люди на земле. Мир не без добрых людей. По словам Игната, врачи утверждают, что у него есть все шансы снова начать ходить. Вместе с женой они планируют детей и больше всего жалеют о потерянном времени. В этом году было проведено 4 республиканских форума имамов, где были утверждены 7 основных направлений на 2021 год. Одно из них – борьба с деструктивными религиозными течениями. Основное направление – это следование традиционной религии, которая на протяжении многих веков связана с религией наших предков. Теперь есть противоположные религии, представителей которых сегодня много. Уважаемые жители города Тимиртау, как вы знаете, у нас в городе есть две мечети, где мы проводим занятия по религии. Поэтому, если у вас есть интересующие вас вопросы, ответы на них вы можете узнать у устазов и имамов. Достоверную информацию по религии ислам можно получить на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана Муфтият Киезет и обратившись в мечеть.